В 2016 году в Ненецком округе капитально отремонтировали 8 многоквартирных домов. Общая площадь жилых строений составила 5700 квадратных метров. На эти цели из фонда реформирования ЖКХ Ненецкого округа было направлено больше 60 миллионов рублей. Для каждого дома был составлен индивидуальный перечень работ. В них вошли ремонт фасадов, крыш, замена цокольных перекрытий, система отопления, проводки и многое другое. Сегодня можно по-разному относиться к капитальному ремонту, настаивать на том, что лучше снести, чем ремонтировать и тратить на это огромные деньги, или иметь противоположное мнение. В фонде ЖКХ уверены, капитальный ремонт продлевает старым деревяшкам жизнь, ведь одномоментно расселить порядка 300 деревянных многоквартирных домов – это желание из разряда фантастики. Учитывая этот факт, совершенно ясным остается одно – капитальный ремонт должен выполняться качественно. Ведь жить в обновленных домах многим предстоит еще не один десяток лет. О жизни после капитального ремонта смотрите в сюжете Ирины Цепитовой. Дом 52Б по улице Ленина неоднократно становился героем наших сюжетов. В разгар капитального ремонта жильцы дома обращались в нашу телекомпанию за помощью, но об этом чуть позже. Вот так выглядит жилое строение сегодня. Визуальные изменения налицо. Старая деревяшка преобразилась. Обновлены крыша, фасад, обшивка, двери и окна. Обновилась и начинка. Были отремонтированы цокольные перекрытия, система отопления, газоснабжение и электропроводка. Николай Осипов, житель этого дома, капитальным ремонтом доволен. Но вместе со всеми соседями ждет главного обновления – устройство септиков и подключение к холодному водоснабжению. Каждому, как говорится, не угодишься, кому-то что-то не нравится. Система отопления тоже нормально поменяли, новая. Переет хорошо. Батареи не дотронутся рукой. Такое все. Как думаете, сколько дом еще простоит? А если нормально, он еще лет 20 точно простоит. Куда ему где-то на бетонных сваях стоили? Главное – септики и вода, да? Главное – септики и вода холодная. И все. И тогда можно вообще жить здесь. О своей главной проблеме, прогнивших насквозь выгребных ямах, жители этого дома и поведали нашей съемочной группе в разгар капитального ремонта в октябре 2016-го. Ведь тогда жильцы просто недоумевали. Как можно было направить на ремонт 20 миллионов рублей и при этом не устранить главную проблему? Упорство жильцов и содействие фонда ЖКХ сделали свое дело. Переустройство септиков и ремонт выгребных ям, там, где невозможна модернизация, вошел в перечень работ по капремонту общего имущества многоквартирных домов, финансируемых за счет фонда капитального ремонта. А это значит, что головная боль жильцов дома 52Б по улице Ленина и еще многих других домов будет решена. Слава Богу, этот вид работы и услуг включен в дополнительную перечень видах работы, которые выполняет фонд. И уже составлена проектно-сметная документация по пяти домам, которые ремонтировались в 2016-м году. И эти работы сейчас должны внестись в региональную программу, в краткосрочные планы. Это будет нам основанием и возможностью их проведения в этом году, то есть по этим пяти домам. Анатолий Сафонов уверен, совместная работа с профильным окружным департаментом должна пройти без задержек. Летом этого года выгребные ямы в пяти домах заменят на септики. На эти цели будет направлено порядка 8,5 миллионов рублей. Необходимость этого решения была поддержана депутатами округа. Вопрос качества капитального ремонта законодатели взяли на особый контроль. И сегодня совершили плановый рейд по отремонтированным домам. А грехи нашлись сразу же. Вот только претензии не к фонду реформирования ЖКХ, а к управляющей компании дома, службе заказчика, в обязанности которой входит косметический ремонт подъезда. И в частности к директору управляйки Виталию Ивашенко. Он приходил в собрание депутатов, мы с ним разговаривали, все протоколы есть. Он был согласен? Ну, конечно, он обещал. Он обещал. Где капремонт ведется, там... Да, они знают об этом. Хотя бы текущий ремонт подъезда. Ну, косметика. Да, год назад об этом говорили. Они знают что-то, они все должны были сделать. Ну, вот так вот это все и есть. Депутаты, представители фонда и профильного департамента уверены, все должно происходить в комплексе. После капитального ремонта жизнь в домах должна стать комфортнее. В квартирах должно стать теплее, в подъездах светло и красиво, а неприятный запах должен исчезнуть навсегда. Ремонт сделан достаточно качественно, но тем не менее, хотелось бы, чтобы ремонт делался комплексно. Вот видите, при доме территории, все-таки проблемы остаются. Септики, проблемы остаются. Запах в доме остается. То есть вопросы, все-таки, к сожалению, до конца нам вот эти проблемы не решить. Ну и, к сожалению, мы когда заходим в подъезды, там тоже есть проблемы. Это говорит о том, что с управляющей компанией вот этот ремонт и вот эти ремонты надо как-то вот запараллеливать, и чтобы, если делается ремонт, то он должен делаться до конца. И после капитального ремонта проблемы в домах остаются. Помимо вышеобозначенных, это и холодные полы, и трещины в стенах. Все недоработки и жалобы жители отремонтированных домов обещали услышать. Ведь капитальный ремонт в регионе на этом не останавливается. Региональная программа рассчитана на период до 2043 года. К этому сроку в округе отремонтируют 451 дом. На 2017 год фондом запланировано обновление порядка семи многоквартирных домов.